Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. Мы очень давно с вами не виделись, мы соскучились со мной. Я хотела сказать, извини, я не знаю, соскучились ли зрители, мы да. Да, действительно, действительно, это правда, это истинная правда. Итак, если вы еще не забыли, с вами подкаст «Левые мысли», посвященный в основном Израилю, где об Израиле говорят такие вещи, которые вы вряд ли еще где-то услышите на русском языке, и, что характерно, все правда. Вот это наша обычная присказка, и мы стараемся быть ей верны. Правда, Аня? Конечно. Со мной в студии, как обычно, моя прекрасная себе ведущая Анна Кац, журналистка, публицистка, общественная активистка, переводчица, блогерша. Теперь Анна еще довольно регулярно выступает на радио, по телевидению. По телевидению у меня будет дебют. Будет дебют, да. Да, да. Вот, хорошо, я тебя заранее поздравляю. Вот, ну, я, собственно, Аркадий Мазин, ты тоже журналист, публицист, специалист по истории арабо-израильского конфликта. И я хочу объяснить в двух словах, без подробностей, что называется, почему мы вас покинули, у нас были, как бы, личные обстоятельства, дела, и вот поэтому, собственно, такой перерыв, видимо, в будущем мы будем выходить несколько нерегулярно, ну, наверное, не чаще, чем раз в две недели, чтобы вы успевали соскучиться, естественно. Вот, в общем-то, и все. И так получилось, так случилось, что у нас 30-й юбилейный выпуск. Вот, и вообще мы этим занимались дольше, больше года. Это потрясающая вещь, вот. И мы просто решили, что нам совершенно необходимо, и мы реально получили просьбы, подбучали просьбы от слушателей, зрителей, от наших поклонников, оказывается, они у нас были, правда? Это приятно. Потрясающе, да, я совершенно согласен. Ну, люди, короче, да, просили, интересовались нашим мнением по поводу, естественно, выборов в Израиле. И пока мы собирались, пока суд до дела, грянули еще и выборы в Америке. И поэтому сегодня мы с Анной хотим обсудить в основном, конечно, результаты выборов в Израиле, поскольку это наша основная тема. Но потом поговорим еще немножко про Америку и даже про маленький такой скандал, который уже во второй раз, надо сказать, разворачивается в Израиле по поводу того, как Украина голосует в ООН, да, что Украина голосует в ООН против Израиля. Это очень, это как-то печально, смешно, противно, и мы это тоже обсудим. Вот, собственно, я умолкаю. Аня, перехватывай инициативу, выборы в Израиле – это твоя тема, а я буду подпевать. Я только хочу сказать, да, это наш 30-й выпуск. Прошло почти полтора года. И если ты помнишь, наш первый выпуск был посвящен именно новому правительству. Да, это правда. Вот появилось у нас новое правительство и появился наш подкаст. И я хочу сказать просто два слова, чего мы ждали. Слушай, а кто кого пережил? А мы. Извини, пожалуйста. Я хочу сказать, чего мы ждали от этого правительства. Чего я, я могу сказать, чего я ждала, да, не буду говорить о множественном числе. Я ждала очень простую вещь. Израильские избиратели, израильские граждане, они увидят, что можно жить с премьер-министром, который не Биби. Да, вот с 2009 года у нас был премьер-министр Биби, и другого не было. И это было очень сильно, как бы, когда я разговаривала с людьми, да, они говорили, хорошо, если не Биби, то кто? И вот для меня это, то есть очень многие, это известно, да, голосуют просто за существующую ситуацию, просто потому что, чтобы не было хуже, да, есть такой электоральный мотив. И вот я рассчитывала, что сколько-нибудь, значит, будет это правительство Беннета, правительство Лапида, не то, чтобы я от него была в большом восторге, да, от этой коалиции, от этого правительства, от того, что они делают. По большому счету, они, в общем-то, ничего не делали такого, что не делал бы Биби, кроме, по большому счету, окей. Но я ожидала, что люди привыкнут, что, вот оказывается, можно жить без Биби, и все нормально, и ничего принципиально не меняется. И вот так постепенно мы бы от него отвыкли. Но вот, к сожалению, это не произошло, и я должна сказать, для меня это было шоком. Результаты выборов для меня были шоком. Мы знаем, что 64 мандата из 120 набрал блок Натаньяу. Я хочу сделать маленький дисклеймер, потому что мы говорим в том числе на американскую аудиторию, и то, что израильская совершенно очевидно, и она знает наизусть, нам приходится проговаривать. Я прошу прощения, получается чуть-чуть длинно. Итак, блок Натаньяу набрал 64 мандата. Блок анти-Натаньяу, соответственно, 56. Партия Мэрид, за которую многие из нас голосовали, не прошла совсем впервые за время своего существования. И надо сказать, что эти результаты вызвали шок. То есть я видела статистику, 30% израильтян выразили желание покинуть страну. Да, 30%. Я должна заметить, в том числе я. То есть для меня эти результаты стали шоком не только по тому, кому мы выбрали, а по тому, за кого проголосовали израильтяне. Вот мои соотечественники, они проголосовали вот за это. Вот мы сейчас поговорим о том, за что именно. Итак, 30% выразили желание, сказали, что у них промелькнуло желание уехать. Правда, только 7% сказали, что они предпринимают что-то конкретное по этому поводу. Причем 50% избирателей блока анти-Натаньяу. Из чего следует, что избиратели Антаньяу тоже как бы немножко испугались. И, как мне кажется, сам Натаньяу немножко испугался. Потому что, значит, мы переходим к делу. Кто победил? Ультра-ортодоксальные партии, ультра-националистические ортодоксальные партии религиозного сионизма, Цюнуд Датит. Частью этого списка является партия от Смайудит. Вот сейчас Аркадий как раз перед выпуском говорил, что правильно переводить на английский не Jewish strength, а Jewish power. То есть это как бы партия, которая борется за то, чтобы в Израиле было еврейское превосходство, еврейская власть и тому подобные вещи. Очень нехорошие ассоциации. И еще там в списке есть такая маленькая, но очень интересная партия НОМ. Это как бы полный талибан, то, что называется. То есть надо сказать, прости, надо сказать, что религиозный сионист это блок. Это блок, там фактически есть как бы три партии, вот собственно как бы религиозные сионисты, потом партия от Смайудит, то есть Jewish power, еврейская мощь, еврейская мощь, да. И третья, это та вот маленькая карликовая партия НОМ, которая отличается ярой гомофобией и столь же ярой мизоги. И ее духовного лидера Цвета, против него сейчас собираются открывать дело по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних. Всплыла история с 30-40-летней давности, религиозная женщина вышла с откровениями, надо сказать, что в этой среде это происходит крайне редко. То есть на женщину оказывают очень сильное давление, такая вещь это позор для женщины, поэтому это дает ее показания больше силы, больше правдоподобия. Вот такие интересные блоки у нас победил. Кто еще? Партия ШАС, религиозная сефардская партия, секторальная. Это очень интересная комбинация. Можно я скажу пару слов по поводу вот этого блока? Во-первых, на самом деле это, по-моему, первый случай, когда в правящей коалиции, опять же, еще идут переговоры, да. Но, скорее всего, всем понятно, что это будет вот такая вот правая коалиция, которая будет состоять всего из трех партий. Ликуд, религиозные сионисты и просто религиозные партии, которые тоже очень правы, электорат которых отличается российскими настроениями, тоже подвержен идеям еврейского превосходства и так далее. И большинство в этой коалиции будут составлять как бы религиозные. Из 64 членов КНЕСТа всего 8 женщин. Членов коалиции, членов коалиции, да, то есть намечающиеся, опять же, коалиции. Опять же, партия Отцмай и Иудит, еврейская мощь, да, это продолжательный дел, причем откровенный, продолжательный дел Равина Мейера Кахана, который должен быть знаком нашим американским слушателям в том числе, потому что он, естественно, одиозная фигура, который... Как ни странно, сори, американцам он иногда знаком лучше, чем израильтянам. Да, совершенно верно, да, да, потому что он большую часть жизни прожил в Америке, да, он был очень известен, он был известен как борец за выезд советских евреев, вот. Но, с другой стороны, он постепенно радикализировался со временем, и когда он приехал в Израиль, решил стать израильским политиком, он уже совсем, что называется, слетел с катушек на этой почве. Он смог один раз пройти, значит, в одиночку в КНЕС, то есть его партия КАХ взяла одно место, которое он сам и занял. Попав в КНЕС, он немедленно предложил пакет законов, которые практически ничем не отличаются от нюрнбергских законов. То есть они подразумевали... Тогда, я прошу прощения, не было электорального барьера, да, сейчас нужно набрать меньше четырех мандатов, чтобы ты вообще был в КНЕС. Тогда, пожалуйста, набрал один, иди с одним. Удобно. Да, но надо сказать, что ему устроили тотальную обструкцию. То есть если в нашем... Я немножко отклонимся от тем, но вот если в нашей ситуации Нитаньягу фактически за руки, за ноги втащил в коалицию последователя Рава Каханы, то в свое время, собственно, Каханы самому устроили тотальную обструкцию даже все его теоретически соратники справа. То есть для всех остальных правых партий то, что он предлагал, было уже совсем чертонемыслимым. Они, когда он начинал толкать речь в КНЕС, они просто вставали и выходили. Оставалось, извини, пожалуйста, двое для того, чтобы провалить его предложение. Да, да, вот. А предложения были, опять же, пакет законов. Это очень важно, мне кажется, проговорить, потому что это невероятно. Люди действительно об этом не знают, не помнят. Законы были такие, например, запрет на гражданство для неевреев, запрет на браки между евреями и неевреями. И страшные какие-то, по-моему, 15-летние тюремные заключения за сексуальную связь, даже без брака, между евреями и неевреями. Раздельные пляжи и так далее. Вот целый пакет таких законов. И тогда вот тот факт, что вот такой человек попал в КНЕС, в израильский парламент, считался, ну просто, этот факт считался позорным. И вот тут же на следующих выборах прокатили и запретили его партию как российскую. Бенгвир, как-то, то есть, да. Что, Ань? Ну, чтобы добавить, почему в Америке движение КАХ даже лучше известно, чем в Израиле и более одиозно, вплоть до того, что Госдеп уже делал некие осторожные предупреждения по поводу присутствия КАХанистов в правительстве и в коалиции. Дело в том, что КАХАН просто был несколько раз осужден за терроризм в Штатах. Да, он создавал как бы отряд юридической самообороны, которые скатывались в терроризм, такой как бы мягкий, да. Ну как мягкий, там человек погиб, задохнулся дымом. Да, да, это правда, это правда. Вот, и поэтому, собственно говоря, его Бенгвир, лидер, вот, одной из трех партий входящих вот в этот блок, который стал третьим по размеру фракции. 14 мандатов, мы не сказали 14 мандатов. Третья по размеру фракция в коалиции. И вот этот самый Бенгвир, который был неприкасаемым до недавнего времени, он, на самом деле, осужден израильским судом за подстрекательство к расизму. Есть такая статья в израильском законодательстве. И поддержку террористической организации, то есть за свое членство в организации КАХ. У него пять обвинительных приговоров. У него пять обвинительных приговоров, включая там беспорядки, все такое, но это, знаешь, это уже мелочи, это я не считаю. Беспорядки, вот, но как бы да, причем потрясающе, что человек, который всегда обвиняет арабских депутатов в поддержке террора, но единственный депутат израильского КНЕСТа, который был осужден израильским судом за поддержку террора, это он сам, это Бенгвир. И потрясающим образом он сейчас претендует на постминистра внутренней безопасности, который отвечает за работу полиции. Вот, поэтому я прекрасно понимаю тех, у кого возникло острое желание свалить из Израиля, но, с другой стороны, я все-таки хочу, чтобы нормальные люди остались. Это страшно. 14 мандатов, значит, что каждый десятый за это проголосовал, а каждый второй тот, кто проголосовал за коалицию, не против. От этих мыслей, как бы, становится немножко не по себе. Да, я хочу подобавить еще две такие смачные детали про Бенгвира. Ну, во-первых, он сейчас говорит, что он немножко отошел от идей Каганны. От каханизма, да. Там даже раскол произошел в списке небольшой. Да, даже нашлись люди, которые его обвиняют в мягкотелости уже, в левом уклоне. Ну, потому что он вместо смерти арабам теперь скандирует смерть террористам. Да, и Барух Мардли, который правое крыло, который обвиняет Бенгвира в левом уклоне, по-моему, сказал, что под таким лозунгом мог бы подписаться и Мерец. Совершенно да. Вот, намекая. Это недавно был митинг к памяти Каханы. Да, и на нем Бенгвир сказал, да, что он теперь стал мягче. Но при этом были вот поминки эти. И даже не хочет выселить всех арабов. Вот у него, кстати, такое послабление. Раньше, то есть, партия от Сма-Юдит, мы забыли сказать, это партия трансферистская. То есть, она выступает открыто за перемещение всех арабов за пределы Израиля. Израильских граждан, да, мы не говорим сейчас про территории. Вот, и сейчас вот на этой церемонии памяти Каханы ежегодно Бенгвир выступил, сказал, что, знаете, наверное, мы не будем выселять всех арабов. Мы будем только террористов. Вот, за что был осужден в собственной партии. Да, ну, как бы, то есть, ну, то есть, понятно, что он тактически как бы отказался от своей, как бы, большой любви. Он действительно, он был реальным, как бы, поклонником Каханы. У него там висел портрет. И мы сейчас про еще один портрет. Портрет Гальдштейна. Каханы у него тоже висел, по-моему, на каком-то этапе. Про Гальдштейна я еще, мы сейчас еще скажем. Вот. Но я слышал, я видел его телеинтервью, в котором он рассказывал, что нет, Каханы на самом деле совершенно зря демонизировали. Он на самом деле, я, он, конечно, он, Бенгвир, с ним, конечно, немного не согласен в каких-то деталях, но прекрасный человек был. В тактике. Я так говорю, а в тактике он не согласен, но и в целях. Да, 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 он примерно, буквально это и сказал. По-моему, вот. А портрет... Нет, нет, я хочу еще раз подчеркнуть. Я хочу еще раз подчеркнуть. Это партия, выступающая за лишение ограждаться 20% израильских граждан по национальному признаку. Просто, чтобы это, как бы, уложить в голове, да? Да, и когда мы, помнится, все вот предыдущие 29 выпусков, мы периодически говорили о том, что израильская политика, это люди за пределами Израиля, да, мне кажется, очень плохо себе представляют, что такое израильская политика. То есть, насколько нормой, насколько вот это окно, да, пресловутое окно Авертона в Израиле сдвинуто. То есть, как бы, я как-то пытался вот устучаться и вот сказать, объяснить, что в Израиле считаются мейнстримными идеи, с которыми просто невозможно выйти нигде. Нигде. Ни в Америке, ни в Европе, ни даже в каких-то, как бы, менее цивилизованных странах. Просто практически нигде. И вот это не то, чтобы, как бы, уходит, да, на покой. Это не то, чтобы сменяется какой-то нормальностью. Нет, нет, наоборот. Все идет, как бы, в другом направлении. Портрет, про который мы так и не упомянули, значит, много лет на стене кабинета, значит, Тамара Бенквера висел портрет Баруха Гольдштейна, еврейского террориста, который в 94-м году расстрелял молящихся в мечети в Хевроне, убив 29, по другим сведениям, 30, по-моему, человек. Был один из самых страшных терактов вообще в истории, как бы, в истории Израиля, в истории Палестины. Это было что-то, как бы, совершенно не спровоцированное, просто убийство мирных людей. И вот... Детей в том числе. Да, там были, да, детей в том числе. И вот Тамар Бенквер много лет держал у себя на стене портрет Баруха Гольдштейна. Когда его спрашивали об этом, он подлинненько ухмылялся и говорил, что Гольдштейн был врачом. Это действительно так, Гольдштейн был врачом, и он помогал людям. И вот поэтому, да, поэтому у него на стене висит этот портрет. И вот совсем недавно, готовясь к выходу в мейнстрим, да, он его, наконец, снял. Ну, абсолютно так. Это было одним из требований, по-моему, когда впервые они объединились в список со Смотричем. Да, Смотрич тоже очень зловещая фигура, как бы, менее скандальная, более хитрая. Но я отлично помню, когда пару лет назад Центральный избирательный комитет рассматривал требования не допустить Бенгвира к участию в выборах. Как Бенгвир выходил на трибуну и рассказал, нет, он не против всех арабов. Когда он вот этот вот лозунг вывешивал, он был не против всех арабов. И смотрич ему сказал, знаешь, Тамар, если бы я знал, что ты такой умеренный, я бы с тобой не делал один список. Да, 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 это человек, который сказал, что моя жена никогда не ляжет в одну палату с арабской роженицей. Как бы это открытый гомофоб, как и они все, собственно, весь этот блок. И, кстати, в Израиле, естественно, как бы, ну, Израиль считается одной из самых благоприятных в мире стран, как бы, да, для ЛГБТ. И сейчас, как бы, все большое, как бы, ЛГБТ-сообщество. Да, да, вот поразительно, да, то есть одновременно, как бы, да. Да, да, и на самом деле, действительно, вот этот тот факт, что Израиль, по крайней мере, часть Израиля настолько толерантна, да, к ЛГБТ использовала, используется активно очень для пинквошинг, то, что называется, да, то есть вот отмывание грехов Израиля. Он очень либеральный, он очень либеральный, прогрессивный, продвинутый. Посмотрите, как, посмотрите, как палестинское общество относится к геям, смотрите, как арабское общество относится к геям. Да, то есть, естественно, это все, это использовалось как пропаганда, и сейчас, как бы, такую роду пропаганду тоже будет вести очень затруднительно, и ЛГБТ-сообщество и сочувствующие тоже, конечно, в шоке. Пишут посты о том, что вот мы будем бороться, мы будем сопротивляться, потому что мы сейчас начнем перечислять, я так понимаю, коалиционные требования, правильно? Да, пожалуй. Кому пришло, пришло время, ну вот, да. Можно еще упомянуть эмблему с Федилака, раз мы уже заговорили про Бенгейта. Хорошо, да, да, конечно. Это человек, который участвовал в 90-е годы в кампании травли Рабина, которая привела к его убийству, и впервые он появился, по-моему, на экранах телевизоров совсем молодым человеком, около 20 лет, он держал в руках эмблему с Кадиллака премьер-министра Рабина, настоящую эмблему, которую действительно сорвали с машины, и говорил, как мы добрались до его Кадиллака, так мы доберемся до него самого. Вот такие люди, да, у нас сейчас. Мне еще очень запомнилась фотография, где, по-моему, с одного из парадов гордости в Иерусалиме, мне кажется, 2018 года, я могу ошибаться, вот, где Бенгвир пытается пнуть одного из участников парада. Они, он и Смотрич, по-моему, или это было только Смотрич, устраивали в Иерусалиме альтернативный парад, воздевательство над настоящим парадом гордости, который они называли парадом животных. Парад тварей, я бы даже сказала. Вот такие милые люди. Да, ну, сейчас они считаются, что они, как бы, немножко смягчились. Мне интересно, почему смягчились. То ли потому, что все-таки для Израиля это, как бы, все-таки это слишком, да, то ли это на внешний... Потому что это на внешний... Смотри, Америк, ну, как бы, американское правительство, нынешняя администрация, как бы, им это совершенно ни к чему. Они сами, как бы, в шоке, и они, в общем-то, довольно открыто заявляют, что они не будут и не хотят иметь дел с Бенгвиром, когда он станет министром. Что, конечно... Они говорят, мы продолжим. Ну, в общем-то, понятно, что вопрос проблематичный. И не только для Госдепа, да, это еще и на уровне общин. А еврейские общины в Америке, мы всегда об этом говорили, это огромная поддержка, это лоббирование, это поддержка Израиля. Британские общины тоже уже высказались, что, как бы, с таким человеком, как бы, если Израиль выбирает такое, то, ну, нам становится трудно его поддерживать. Да, то есть, в принципе, это может... Они долго закрывали глаза на наш правый лагерь, на нашу политику, но вот на это им уже будет очень трудно закрыть глаза. Я боюсь, что нашей азбаре, нашей внешней пропаганде будет крайне сложно объяснить за границей то, что у нас происходит. Безусловно, из того, что вот я читаю в англоязычных еврейских источниках, да, вот местных, реакция общины совершенно, как бы, шоковая. Шоковая. То есть, да, все пребывают в шоке, думают, что делать, потому что, ну, буквально, как бы, ездить в Израиль, не ездить в Израиль, отпускать детей туда, не отпускать. Как вообще ко всему этому относиться, как теперь Израиль поддерживать, как бы, это становится реальной проблемой. Ну, хотя просто, на самом деле, люди, конечно, много лет закрывали глаза, но... И вот, наконец, сейчас, да, вот, обрати внимание, кстати, Нитынягу прорвался, Нитынягу прорвался к власти вот такой ценой. Знаешь, это в этом есть что-то очень символическое, символическое. Символичное, я подумаю. И так мы хотели... Да, мы хотели... Ну, вот, уже появляется, как бы, это еще не очень официально, да, но, в принципе, как бы, из достаточно серьезных источников, мы уже имеем некое представление об их коалиционных требованиях. И от этого тоже, конечно, волосы на голове стоят дыбом. Надо забить, так вообще, что Биби, он сам немножко испугался, то есть, ему эта коалиция была нужна позарез, да, ему страшно нужно было вернуться. Но такое впечатление, я сейчас время вспоминаю стихи Чуковского, что, что бросила тетрадь, перестала рисовать, я ее боюсь. Да, я сама из головы ее выдумала. Я ее боюсь. Вот, мне кажется, он их боится, потому что они требуют самые невероятные себе портфели, они требуют самых невероятных вещей. И так начнем. Да, ты говорил, что Бенгвер требует Министерства внутренней безопасности. Смотрич требует себе то Министерство обороны, то Минфин, то Минпрос, и все такое вкусное. Биби еще нужно поделиться портфелями, собственно, с ликудовцами. Собственно, с религиозными. Мы ведь уже сколько времени перемываем косточки как бы самым жутким членам этой коалиции. Мы, собственно, не добрались, собственно, до ультрарелигиозных. И, кстати, прости просто, я забыл совсем сказать, что, естественно, вся эта коалиция, она люто ненавидит реформистов и консерваторов. То есть, два основных течения как бы иудаизма за пределами Израиля. И это еще один гигантский-гигантский повод для беспокойства для евреев, которые за рубежом, для зарубежных общин. И я так понимаю, что для него крайне сложно сейчас распределить портфели. То есть, он собирался перевести вообще правительство присяги одновременно с открытием КНС. То есть, на этой неделе. Теперь это уже неактуально. Они его настолько рвут на части, что возникает даже мысль, а вдруг ему не удастся составить правительство. Бывают же на свете чудеса. Они требуют так. Они требуют ультрарелигиозные, естественно, они всегда требуют денег. У них главные требования – это деньги. И возможность удерживать своих избирателей за счет этой бедности. В зависимости от себя. Сейчас они, во-первых, отменили, крутились в воздухе реформы. Добавить ультрарелигиозным школам финансирование. Если они обещают ввести свои программы, базовые предметы. Лимудей, либо английский, математикой, добавляются гражданство. Самая большая проблема, на самом деле, сроки гражданства. Я просто, прости, я обязан был именно здесь влезть, потому что некоторое время назад в Америке был гигантский скандал по поводу ультрарелигиозных еврейских школ в Бруклине, в Нью-Йорке. Ты слышала про это? Читала, я, по-моему, долетала. Нет, это было расследование New York Times, которое вызвало кучу взаимных обвинений в антисемитизме. А суть точно то же самое, что происходит в Израиле. Эти школы годами, десятилетиями не дают никаких знаний, при этом за это время они высосили из городского бюджета Нью-Йорка больше миллиарда долларов. А это у нас в масштабе страны. Да, у нас сейчас, я смотрела цифры, это какие-то невероятные, я даже их забыла от ужаса. То есть какое у нас количество учатся в светских школах? Это меньшинство, 40% учатся в светских школах. Но есть государственно-религиозные, там дают базовые предметы. Правда, считается, что уровень ниже. То есть если смотреть по международным экзаменам, школы ультратоксальные, харидим вообще. Есть часть, которая дает базовые предметы, есть такое направление. Хариди-мамлахти, государственно-ультарелигиозные. Но там очень-очень мало детей, буквально несколько тысяч. То есть это производство абсолютно нетрудоспособного населения в промышленных масштабах. И это настолько серьезная проблема, что уже говорит, что мы подошли к точке невозврата, что просто очень скоро мы просто не выдержим. Бюджет страны просто не выдержит. И, так сказать, работоспособное население, вот этот средний класс, собственно, мы, который все это тащит на своих плечах, он просто надорвется. И так уже, я видела тоже совершенно жуткие цифры, что 90% налогов платит 20% населения. Это на самом деле, я не уверен, что это прям вот настолько из ряда вон выходящие цифры, но в принципе Израиль одна из самых неравностных, так сказать, стран. Стран с самым большим уровнем неравенства. И не потому, что Израиль при этом социальное государство. То есть вот это поразительно. Откуда такое гигантское неравенство в социальном государстве? Оттуда, что есть огромное количество людей, которые предпочитают жить бедно, чуть ли не впроголодь, но не работать. И при этом на них, естественно, все равно уходит огромное количество денег. И я вообще, кстати, хотел сказать, что мне кажется, если бы не хай-тек, и в том числе не русские, то есть русскоязычные мигранты, которые изрядную его часть составляют, все бы рухнуло намного раньше. Копай глубже. Хай-тек когда появился после Осло? Когда прекратились бойкоты и все такое. Это очень смешно. Когда русские хай-текисты пишут, там, проклятые ослиные соглашения, там, предатель, рабин. Они это делают, в общем-то, на деньги, которые перешли в страну именно после соглашения Осло в результате их. Это так в скобочках. Вот. И так огромное количество непроизводительного населения. И, в общем-то, предыдущее правительство пыталось как-то эти вопросы решать. Сейчас будет полное, ну, то, что они хотят. А с 64-мя мандатами им будет очень легко это провести. Это будет просто производство непроизводительного населения просто в невероятных масштабах. А в РЭХе взрослые молодые люди, уже часто семейные, которые учатся в Колеле, им повышают. Ну, повышают. Когда я говорю повышают, я говорю в настоящем времени, имеется в виду коалиционные соглашения. Коалиционные требования. Сори. Требования. Требования пока что на данный момент. Требования. Повысить в полтора раза стипендии. Но что еще интереснее, до сих пор был некий фонд выплаты стипендий этим РЭХам. То есть, сколько они могли содержать, столько и содержали. То есть, больше они не могли. Сейчас, вот сколько будет РЭХам, столько будет стипендий. То есть, это будет неограниченное такое. И, на самом деле, подъем сразу в полтора раза, это что-то совершенно беспрецедентное. То есть, я не помню, ты не припомню такой наглости. Вот в бюджетных требованиях никогда такого не было. Во всех, как бы, правое правительство, левое правительство, все правительства, куда входили в Харидим, ну, входили, как бы, ультрарелигиозные, по-моему, вот таких наглых требований я не припомню. Далее, реформы Матана Каханы, о которых мы раньше говорили, да, и реформы Юаза Генделя, о выводе, кстати, в выходе из телефонного рабства, да, из сотового рабства, когда специальные телефоны, на которых блокировалось большинство номеров. И, кроме того, что блокировались номера, которые могли быть просто необходимы, например, для жалоб на насилие в семье, это еще и было источником коррупции, потому что, чтобы к какому-то магазинчику попасть в этот список, разрешенный, да, ему часто нужно было, скажем, занести взятку и так далее. Вот это Юаз Генделя хотел отменить. Тут надо есть, да, тут есть очень, мне кажется, важная деталь, вот именно вот в этом, что есть закон в Израиле, есть закон, он появился много-много лет назад, и ты помнишь, как мы радовались, да, согласно которому человек может со своим номером телефону переходить из одной сотовой компании в другую. Потому что я еще помню времена, когда, да, когда это было невозможно, и это, ну, как бы это очень затрудняло конкуренцию. Естественно, ты переходил в другую компанию, ты терял номер, кошмар. Так вот, вот эта норма, которая уже давно, я не помню, как она, это закон или это какой-то подзаконный акт, но это норма, которая давно действует в Израиле, она не действует относительно вот этих сотовых компаний для ультрарелигиозных. То есть для них сделаны исключения, и человек не может взять свой номер своего сотового телефона и перейти к другому провайдеру. В этом-то все дело, потому что, как бы, ну, если это возможно, да, то человек может тайком взять, как бы, перейти к другому провайдеру, да. Ну вот, да, и все делается, все не только для, да, там, охраны какого-то морального, да, моральной чистоты, морального облика общины. Нет, естественно, это просто, как бы, просто навсегда привязываются, люди привязываются вот к этому образу жизни, к этим источникам дохода, и делается все, чтобы лишить их возможности существовать в мире, потому что, несмотря, несмотря на все эти усилия, на самом деле в Израиле довольно серьезный, то есть из этой общины есть довольно серьезный отток. Люди бегут, но в Израиле, на самом деле, как бы, официально не существует такой статистики. То есть информацию о том, сколько людей, как бы, уходит вот из этой, из этих закрытых ультрарелигиозных общин, никто, ее фактически запрещено собирать. Смотри, можно, вот я, кстати, вот, когда я увидела эти цифры, сколько у нас, в какой системе образования, можно же судить, например, по количеству учащихся ультрарелигиозных школ. Да, я пытался, я по всяким, по всяким, вот таким косвенным сведениям... Растет ли их доля? Доля учащихся растет, но мне, как бы, я много раз пытался это подсчитать по всяким, вот таким вот косвенным сведениям, и у меня выходило, что доля ультрарелигиозных населений растет намного медленнее, чем должна, чем должна бы расти. Это такое, такие публикации часто появляются, да. Но, тем не менее, она растет довольно значительно. Да. Да, то есть вот это сотовое рабство вводят обратно, да, и отменяют реформы кашлотов. Давай перейдем к закону о преодолении, до пункта, поправки о преодолении, да, Пескат? Да, секундочку, я просто хочу... И у нас еще религиозные. Религиозные, да. Я просто хочу сказать, что вот еще одно из первых требований, которые они предъявили, это отмена конверсионной терапии. То есть отмена запрета, запрета на конверсионную терапию, которая в Израиле существовала, потому что этот запрет ввели, потому что это была реальная проблема. Потому что вот именно вот в этих ультрарелигиозных кругах, в этом закрытом мирке, там с ЛГБТ людьми, с молодежью творят просто страшные вещи. И вот сейчас все это вернется. То есть, да, мы слегка в шоке. И Пескат и Габрут, закон о преодолении, который позволяет... Значит, у нас сейчас высший суд справедливости имеет возможность отклонить закон, принятый Кнессетом, если он считает его неконституционным. Что значит неконституционный? Противоречащий основным законам. То есть основные... Часто говорят, что в Израиле нет конституции. Она немножко есть. Основные законы, собственно, есть конституция. Они пишутся так вот один за другим. И, в частности, есть закон, принятый в 93-м, если я не ошибаюсь, году, с точки зрения 94-го, о защите свободы и достоинства. И вот этот закон, собственно, он стоит, как бы он становится, барьером для всяческих дискриминационных законов. И богатств высшей суд справедливости имеет полномочия отклонять законы, принятые Кнессетом, если они не соответствуют, в частности, вот этому закону. Что хотят сейчас ввести, чтобы этот запрет можно было преодолеть, да, стоит ГБР, причем простым большинством. 61 голос. Это означает, ни много ни мало, как мне кажется, просто конец либеральной демократии, конец механизма сдержек и противовеса. Потому что, я думаю, все помнят с детства шутку, может быть, не с детства, про то, почему демократия – это плохо. Да, если соберутся 10 человек, и 9 из них проголосуют за то, чтобы 10-го убить и его имущество поделить между собой, то это будет абсолютно демократически принятое решение. Значит, в чем тут проблема? В том, что демократия – это не власть большинства, точнее, не абсолютная власть большинства. Демократия – это значит, что большинство может решать все, что ему вздумается. Демократия – это механизм сдержек и противовесов через структуры, через институты и через право, в том числе, иногда, вот как у нас и в других странах, это судебный надзор. И вот это именно то, что они хотят изменить. Это то, что откроет такие просторы для дискриминации, о которых просто страшно подумать. И я хочу сказать одну вещь. У нас принято считать, что вся эта борьба с богатством, борьба с судебной системой. Это из-за криминальных дел, Натаньяо. На самом деле, это все началось намного раньше. Кроме того, богатство не имеет никакого отношения к криминальным делам. Это идея еще форма Коэлит. Это фактически, это узаконивание неравноправия. Да, поскольку… Я, честно говоря, я не знаю, у кого это у нас, потому что понятно, что как бы правые боролись с судебной властью задолго до того, как появились дела против Натаньяо. Ну, сейчас принято связывать, да, тут суд, там суд. Вот. На самом деле, это просто легализация неравноправия и произвола большинства. Да, вот я напомню, что демократия – это не власть большинства. Точнее, это не только власть большинства, потому что большинство в таком представлении может сделать с меньшинством все что угодно. Для этого есть ограничительные законы, которые очень не нравятся правам, которые называют их судебной революцией, вот это принятие основных законов в 93-94 годах, называют это судебной революцией Аарона Барака. То есть, на самом деле, он просто мешает им творить произвол. Ну, конечно, да, революция – это было только для Израиля, потому что, например, в Америке, понятно, как бы сплошь и рядом, судьи отменяют, прекращают действия законов на уровне штатов, на уровне всего государства за неконституционность, за несоответствие конституции. А он считается судебный активизм. Да, это считается совершенно нормально. Правда, правда, я должен сказать, что у правок еще есть как бы претензия, типа, не только к действиям как бы судов, но и к тому, как к судей, как бы набирают. Да, потому что, да, в той же Америке, как бы, все-таки у политиков есть какое-то влияние на судебную систему, но с другой стороны, как бы там назначения пожизненные, и поэтому это влияние, оно слабое, то есть там есть вот, это то, что и называется система сдержек и противовесов. В Израиле все-таки, как бы, там есть некая, как бы, доля истины в утверждении, что судебная власть, как бы, назначает сама себя, то есть, что она, как бы, вообще абсолютно не подконтрольна другим ветвям власти. Но на самом деле... Но это не совсем так. Во-первых, в комиссию входит... Это не совсем так. Это намного все сложнее, но берут, берут вот это, да, раздувают там в 30 раз и рассказывают сказку про вот это вот, про вот этих страшных, как бы, левацких судей. Хотя богатцы, израильский суд очень часто становится на сторону армии, на сторону правительства во всяких там территориальных спорах. Я бы сказала, почти всегда. Почти всегда, да. Просто те отдельные случаи, когда он этого... Этого недостаточно. Просто те отдельные случаи, когда он этого не делает, раздуваются, как бы, до неба, что это левацкий богатство, который не дает нам делать все, что мы хотим. То есть, на самом деле, все упирается вот в это. Мы хотим делать все, что мы хотим. Да, именно ты, что я верно сказал, именно без оглядки на права, на какое-то вот фундаментальное представление. Кстати говоря, я должен сказать, что вот этот закон о преодолении, пункт о преодолении Песката и Багру, он должен существовать в каждом конкретном законе. Это не отдельный закон. И первый такой... что они хотят его добавить. Да. Первый единственный на этот момент такой вот, первую единственную такую поправку приняли, на самом деле, при Рабине в 1994 году, если мне память не изменяет. Когда-то тогда... Под давлением, под давлением религиозных фактически мы этим заплатили за осво. Закон о мороженом мясе. Да, да. Это было... А в импортном, не кошерном мясе. А кто виноват? А виноваты опять русские, да, потому что тогда как бы приехал миллион человек, который хотел жрать не кошерное мясо. Как бы тут же откликнулись, да, как бы предприимчивые люди, которые были готовы это не кошерное мясо импортировать. Религиозные пытались запретить импорт не кошерного мяса, подали из богат. Богат сказал, простите, у нас есть закон о... основных законов. И согласно этому вот это вот запрет на ввоз не кошерного мяса нарушает закон о свободе предпринимательства. Тогда религиозные коалиционные партнеры Рабина выставили ему ультиматум. Я могу в каких-то мелочах ошибаться, как бы давно делал. И приняли тогда вот приняли вот именно вот этот вот пункт, который вошел в этот конкретный закон. И с тех пор можно принимать законы, не соответствующие этому конкретному основному закону. Просто сейчас это действительно хотят распространить на все остальные, прежде всего действительно на закон о чести и достоинстве, который просто как пол в горле или как-то. Я запутался немножко с метафорами между тремя языками. Как что? Как кость в горле. Как кость в горле. Тьфу ты, черт. Я чувствую, что что-то не то. Что-то там застряло. Что-то где-то где-то у них застряло. И не дает проглотить. Вот. Ну, смотри, мы уже напугали так хорошо, и теперь мы хотели бы сделать некие прогнозы как бы более страшные, менее страшные. Вот с этого момента, я думаю, как раз стоит, мы больше обращаемся как раз к израильским нашим слушателям, потому что мне кажется, что все, что мы говорили до сих пор, было им более-менее знакомо. Итак, чего нам бояться? Наденут ли нам завтра хиджабы? Заставят ли нам нас есть только кошерную еду? Не ездить в субботу? Закроют ли кафе? И все такое. И вот я хочу сказать, я сформулировала, я скажу, нет, этого не будет. Я скажу, почему. Потому что на самом деле, ребят, мы им не нужны. Вот мы средний класс, мы им не нужны. мы им нужны в качестве налогоплательщиков, мы должны вот этот весь праздник им оплачивать. И нам не будут закрывать кафе, потому что ради этого пункта преодоления мы на улице или выйдем, или не выйдем, неизвестно. А вот если у нас забрать кафе и возможно сидеть на своей машине хотя бы в субботу, вот тут мы сбунтуемся. Вот не надо, чтобы мы бунтовались, чтобы мы сидели тихо, работали, развлекались. Мы как бы должны посетить. Мне это напоминает немножко Россию, да? Как бы средний класс купили, в общем, этим благосостоянием и он стал политикой не интересоваться. Нам, им нужно, чтобы мы им не мешали. Им не нужно, им от нас ничего не нужно, кроме денег. Поэтому нам дадут жить привычной жизнью. Что им нужен? В принципе, да. То есть, смотри, мне кажется, у них все-таки есть три основных запроса, Вот три вещи, которые как бы их интересуют. Первое, это сохранение типа вот этого религиозного образа жизни, вот этого религиозного гетта. Это очень важно для них. Чтобы мы им не мешали. Они нас, они не хотят загадить. Да, именно так. Когда говорят, здесь Иран, доброе утро, Иран, и все это кажется спекуляцией. Мы им не нужны. Безусловно. Второе, это, естественно, как бы развитие поселенчества, выдавливание арабов и как бы постепенное убийство всех шансов как бы на какое-то мирное урегулирование, которое подразумевает отдачу территорий. Это тоже очень важно для них. И третье, все-таки, нет, я не согласен, что они готовы оставить светских в покое. Нет. Все-таки, судя по прошлому, по прошлому опыту, для них это тоже важно. Может быть, на третьем месте, но достаточно важно. Поэтому какие-то поползновения в эту сторону, безусловно, будут. Потому что сколько раз пытались закрывать, и закрывали некошерные супермаркеты в разных городах, сколько они протестуют против автобусов в субботу, даже не в религиозных кварталах. Все-таки... Никак не могу понять. Вот автобус в Хайфе, да, вот все знают, что в Хайфе есть автобусы в шаббат. Я никак не пойму. Вот это как бы никак не мешает того самого еврейскому характеру. Мешает, но что они могут сделать? Дело в том, что такие решения принимаются на муниципальном уровне. Нет, это же старый еще статус-кво с времен мандата, да, транспорт в Хайфе. Это удивительно. Вот они так истерят, как бы, зачем вам ездить в шаббат, но в Хайфе же ездят, и никто не умер еще от этого. Ну, раз уж только вот переехали. А в душе, а в душе. Евреи от этого умирают в душе. Понятно. Вот. Нет, какой-то наезд на образ жизни, в общем-то, будет, но вряд ли он будет решительный. Это да. Я считаю, кто им нужен? Им нужны наши дети. Им нужно Министерство Просвещения, им нужны наши дети. Министерство Просвещения, каким оно было до сих пор. Потому что слова о харидизации, о религизации в школе, они начались, естественно, не вчера. Они были и при Сааре, и при Беннете, не говоря уже про Рафи Пейреце. И мне кажется, что именно русскоязычные, когда говорят о религизации в школе, они не очень понимают, в чем ее цель, в отличие от урожденных израильтян. На самом деле, это не так религизация, как национальная религизация. Это не харидим приходит в школу, это приходит религиозный сионизм. Он приходит с очень простой целью. Например, чтобы добиться вот таких вот результатов выборов, которые мы получили. Я сейчас еще чуть-чуть отойду к результатам выборов. Мы знаем, что раньше, когда вскрывали так называемые двойные конверты, то есть в том числе, как голосовала армия, они всегда добавляли раньше, до предпоследнего раза, мне кажется, добавляли голосов Мэрец, левого. Сейчас мы говорили, каждый десятый проголосовал за партию религиозного сионизма, за список религиозного сионизма. В армии, по словам Гедона Леви, я сама не проверяла, естественно, каждый пятый, в армии каждый пятый проголосовал за религиозный сионизм. Это значит, что молодежь радикализуется. Что происходит в школе? Например, в 16-м году вышел новый учебник гражданства. Мы, кстати, говорили, что когда харидим возражают против базовых предметов в школе, их смущают не только английские математики, их очень смущает учебник гражданства. Да, потому что он учит про государство Израиль, про демократию, про всякие такие вещи. Они такое не любят. Кстати, тот же Мейр Кахан, о котором мы упоминали, он вообще был против демократии, он считал, что у нас должно быть буквально государство лохи, должен быть царь, который будет диктовать законы в соответствии с второй, и все. Такой человек был в Кнессете. Итак, им нужны наши дети. Что происходит в школах? В школах, например, не рассказывают про зеленую черту. Ее нет на картах. В школах не рассказывают про оккупацию. Недавно, вот на днях буквально мне попалось интервью профессора Бенамуса, который очень подробно говорит об этом. В школе не учат про оккупацию, и когда дети идут, дети, выпускники, идут в армию, они идут служить на территорию, они не понимают, кто такие палестинцы, что они там делают, какие у них к нам претензии, почему они, чем они недовольны. Они просто об этом не знают. Они не знают, что такое оккупация, они не знают, что там живут люди без прав, люди, которых мы захватили в 67-м году. То есть они знают, что была война в 67-м году, что мы что-то захватили, что была антифада, но, в общем-то, причины следственной связи им не дают. Опять же, это скандальный учебник 16-го года. Начали его выпускать при Саире, готовить начали при Саире, закончили при Беннете. Там очень мало говорится про демократию и очень много про право евреев на эту землю, про связь с землей и так далее. Палестинцы там практически не упоминаются и как бы в чем, собственно, конфликт тоже не говорят. И так далее. Скажем, при министерстве Саире были сделаны обязательные визиты в Хеврон, укрепляющие, опять же, нашу связь с Хевроном, нашу идентичность. То есть, что внушают нашим детям в школе? Евреи имеют право на эту землю. Это звучит как-то странно, как-то право и право, но евреев и евреев. Но это же переходит, как мы очень много говорили в 29 выпусках, в очень практические вопросы, что арабам здесь как бы не совсем место. И иногда это речь идет о буквальном праве на участок земли конкретно. То есть, арабов мы здесь терпим, права у них нет, но мы их терпим. И земля, если посмотреть школьные учебники, это вся земля. Это то, как религиозные сионисты понимают землю. То есть, Израиль, так называемый, от реки до моря, включая оккупированные территории, не делается никакого различия. И вот эту землю они потом идут в армию защищать, и потом они голосуют за Бенгвира. И теперь, значит, это только при новом, если они получат Министерство просвещения, а я думаю, что они да получат, если только между собой не переругаются, потому что там уже значительно острые противоречия, это все только усилится. Усилится очень сильно. И мы знаем, что тот, кто контролирует школьное образование, он контролирует будущее. То есть, я боюсь, что если эта коалиция сложится и получит Министерство просвещения и продержится четыре года, то как бы про левых можно будет забыть. Просто забыть, потому что они там детям промоют мозги окончательно. Вот это мое главное опасение. На самом деле, я с тобой совершенно согласен, и я вот несколько лет назад уловил вот этот тренд, когда стало реально ломаться, когда Израиль стал выходить из общемирового тренда. Общемировой тренд это что молодые все-таки они более прогрессивные, они более либеральные, и вдруг в Израиле этот тренд стал ломаться. Но это же демографические причины, говорят. Безусловно, да, но как будто это не только все-таки демография. Это все-таки как бы как я понимаю, да, вот молодые они им можно скормить в принципе идеологию супремасизма. Они да, то есть если правильно подать, эта идеология, этот мем супремасизма является для них довольно привлекательным. Извини, в ситуации конфликтов, в ситуации войны. Особенно в ситуации конфликтов. Когда есть теракты, когда есть нападения, когда есть как бы у нас еще чувство правоты, да, мы страдаем. Я согласен, что еще в такой ситуации, когда теракты, нападения, ракеты и все такое, безусловно, конечно, то есть как бы либеральный мем начинает проигрывать, антилиберальный мем начинает выигрывать. И в принципе, да, это то, что и в этой ситуации как бы школа, да, то есть если бы было как бы либеральное образование, она могла бы этому как-то противостоять. Так вот задача... Именно поэтому, именно поэтому. Потому что, потому что я должен сказать, что вот в светских школах на самом деле все-таки, я недавно читал большую статью на эту тему, все-таки есть учебники, которые говорят о Нагбе, есть учебники, которые дают немножко арабский нарратив, палестинский нарратив со стихами, да, Миша, да, и так далее. Попадает. Я боюсь, что это немножко устаревшее. Да? Да, что это было до 16-го года, когда, и, кстати, про Нагбу пишут, что арабы убежали сами и по приказу своих лидеров. Я сама, честно, я эти учебники не видела. Мне дочка их не показывает. Я ее иногда спрашиваю. Слушай, ну посмотри, ну расскажи нам, нам же всем интересно. Ну она же закончила школу, а другая еще юна. Вот. Но это то, что я читала. Что вот этот учебник 16-го года, и там был, кстати, скандал в каких-то комиссиях в Министерстве по образованию. Это очень скандальный учебник, и он работает с 16-го года. Да, но просто он все-таки, наверное, не единственный, потому что в Израиле там это очень странная система. Есть несколько учебников одновременно. Знаешь, что она мне еще говорила, дочка? Что это очень зависит от учителя, от преподавателя конкретного. То есть есть некая свобода. С другой стороны, есть багруты, да, выпускные экзамены. В общем, что я могу сказать, они очень успешно действовали, и то, что в школу приходят в рамках альтернативной военной службы девочки тоже из Гушимуним, из религиозного сионизма, и я уже не говорю про предармейскую подготовку, да, в общем-то, они достаточно активно промывают дети в мозги, и я боюсь, что вот при новой власти это усилится в разы. И вот это страшно. То есть мы теряем будущее, мы теряем детей, мы теряем будущее. Слушай, я не знаю, вот у меня есть такая мысль про ценности, да, я не знаю, это немножко долго, да. Часто мы слышим, давайте в школе, чтобы не было политики. На самом деле, когда человек говорит, что в школе не должно быть политики, он хочет сказать, в школе не должно быть того, что мне не нравится. Потому что в школе всегда есть политика, по закону, да, по этике. В школе не должны агитировать к выборам, скажем, да, агитировать за ту или иную партию. Но в школе дают ценности. Эти ценности, демократия, гуманизм, равенство, прогресс, да, это все, то есть это уже политика, да, в каком-то смысле. И когда люди говорят, я не хочу политику, они на самом деле говорят, я не хочу этого. Они говорят, мы хотим, чтобы их учили другим ценностям. И все крайние вопросы. Ты даже не представляешь себе, насколько я согласен, потому что, да, например, это вот ровно то, что происходит в Америке в том числе. И ты прекрасно, прекрасно это описала. Это именно люди, которые говорят, что да, мы хотим, чтобы школы были нейтральными. Они на самом деле не хотят, чтобы школы были нейтральными. Они, безусловно, проталкивают свою повестку дня. И более того, как бы все, мне кажется, подсознательно понимают, что это нормально, что так и должно быть. Что у школы как бы... Должны учить ценности. Должна... Какое-то представление о ценностях должны дать, а как иначе? Безусловно. Я тебе скажу, в чем проблема. Какой-то общий знаменатель должен быть теоретически в обществе. А его нет. Ты понимаешь, проблема в том, что у нас раскол. У нас его нет. Половина одни ценности, другой половина другие. И, кстати, вот эта проблема с демократией. Демократией предполагает некий консенсус, что мы идем к какой-то одной цели. Может, разными путями, но, по крайней мере, нет такого, что одни идут к государству аллахи, а другие к либерально-прогрессивному. Естественно, каждая сторона будет считать, что другая лишает ее свободы, лишает ее выбора, что она ведет себя антидемократично. И в каком-то смысле это так и есть. Если 90% хочет государство аллахи, ну, ничего не поделаешь. Проблема в том, что у нас есть примерно паритет. Половина на половину. И каждая сторона, естественно, считает, что ее ценности это как бы дефолтные ценности. Это не политика, это именно они должны даваться. И это очень серьезная проблема, на самом деле. То есть такой раскол в обществе, он как бы препятствует демократии. Потому что, в конце концов, демократия, это следование, может существовать только в условиях неких общих ценностей, некого консенсуса, а его нет. Вот такая проблема. Это как бы экзистенциальное. Да, я очень хорошо тебя понимаю. Я, правда, я очень много над этим долгом. Потому что, с одной стороны, в этом как будто есть какой-то элемент принуждения, но, с другой стороны, непонятно, как без этого. Да, всегда есть. Мы считаем, by default, мы считаем, что дети должны расти в каких-то ценностях. Да, скажем, в Америке это конституция, да, там прописано равенство. У нас нет, у нас же нигде не прописано равенство. Ни в Декларации независимости, ни в законе о чести и достоинстве, и уж точно не в законе о национальном характере. В котором как бы, ну, не прописано буквально, что его нет, но это как бы из него следует. Вот. Поэтому мы не можем говорить, что равенство в Израиле это базовая ценность. То есть у нас просто нет вот этого вот ориентира, да, как общего знаменателя. Вот так. Да, это очень печально, конечно. Это страшно. Вот я не знаю, наверное, нам рано немножко переходить к американским выборам. В любом случае, я хотел буквально несколько фраз про них сказать. Но вот в двух словах буквально здесь все-таки то, что вот у нас сейчас произошло, это некое восстановление нормальности. Я представляю. То есть я так понимаю, что это очень хорошие результаты. Я еще не поняла, потому что... Вот расскажи, почему это хорошо. То есть я так понимаю, что все равно же большинство у республиканцев... Ой, слушай, там очень интересная история. Во-первых, во-первых, удержали Сенат. То есть Сенат уже как минимум так же, как был, то есть не произошло сдвига в сторону республиканцев. Но там же республиканское большинство все равно, да? Нет. Нет. Нет, в Сенате, в Верхней Палате. В Верхняя Палата, она очень важна, потому что, во-первых, все законы проходят через одну или через другую, то есть через обе палаты, а конкретно Сенат нужен для назначения судей и чиновников. То есть когда, особенно вот в нынешней как бы ситуации, когда одна партия старается максимально вставить все палки в колеса другой партии для продвижения кандидатур судей и других чиновников, просто необходимо большинство в Сенате. В Верхней Палате это 50 на 50. И вот сейчас у нас есть 50 на 50. Почему это все равно преимущество демократов? Потому что в этой ситуации вице-президент имеет решающий голос. То есть вот. И остались еще одни выборы в Джорджии, которые, потому что там никто не набрал 50 процентов, и поэтому будет второй раунд, который будет через месяц. Это все еще Сенат, да? Это все еще Сенат, да. И есть неплохие шансы, что получат, что демократы получат еще дополнительное место, 51. Это им нужно как бы, ну, я не буду сейчас говорить, но почему. Но суть в том, что и нижняя палата, да, скорее всего, республиканцы все-таки ее возьмут, нижнюю палату, но с минимальным перевесом. Когда минимальный перевес, и когда у тебя 400 человек как бы в палате, это всегда как бы это открывает возможности для каких-то сделок, для привлечения кого-то, для голосования на свою сторону по конкретным законопроектам, по каким-то конкретным вопросам. Я прошу прощения. У нас в Израиле там очень работает так, что нужно проводить закон, когда других в зале нет. Это у нас основной инструмент, по-моему. Да, да, да. Ну, вот есть какие-то такие трюки. Поэтому они обманывают, и они начинают говорить, что они будут принимать тогда, а потом вдруг принимают в три часа ночи, когда оппозиции или, скажем, соответственно, коалиции нет. Это такие интриги. То есть у нас сейчас реже сделки, а чаще вот такие вот попытки. Я помню, я помню. Я же пару-тройку лет своей жизни частично провел в Кнессете как сотрудник. Ну, вот. Собственно, почему все говорят, что это большая удача для демократов? Потому что американцы, в принципе, склонны. То есть у нас же как? Есть выборы президента, потом через два года, поэтому это называется midterms, потому что это посередине президентской каденции. Выборы, когда опять переизбирается вся нижняя палата Конгресса, то есть палата представителей. Они вообще, это на самом деле поразительно, потому что они должны защищать свое место раз в два года, как часы. Как они при этом еще умудряются работать, я, честно говоря, не знаю. По-моему, немножко дурацкая система, но она дает немножко... И всегда есть еще какая-то ротация в Сенате, то есть сколько-то мест еще в Сенате как бы голосуются, да, то есть выбираются. И традиционно есть некий откат. Американцы очень любят да, вот как бы укорять, так сказать, таким образом действующего президента. Да, даже если президент популярен. Но если президент не популярен, а Байден сейчас довольно серьезно как-то не популярен, примерно у него рейтинг, да, у него рейтинг примерно на уровне Трампа, вот, что как бы очень низкий, да. Да, но дело в том, что когда у Трампа был такой рейтинг, то он в 2018, на предыдущих midterms, он получил действительно синюю волну, да, то есть разгром, разгром, вот. А когда... А сейчас не было ни одного случая, ни одного случая в истории США, чтобы президент с таким низким рейтингом, чтобы президент с таким низким рейтингом, его партия практически ничего не потеряла вот в этих серединных как бы выборах midterms. Поэтому это считается... Он напугал всех, видно, Трамп, да? В том-то и дело, в том-то и дело, даже, на самом деле, это очень интересно считать по... посмотреть по регионам, да, то есть, где ставленники Трампа, да, люди, которые его поддерживали, люди, которые поддерживали его вранье про фальсификацию результатов выборов, пролетели с треском. Плюс люди, которые активно поддерживали запрет на аборты, тоже пролетели с треском. И вот за счет вот этой вот вот этой тенденции демократы, собственно, еще даже имеют очень слабый шанс, да, удержать Нижнюю Палату парламента, но все равно все уже, в общем-то, довольны, более-менее. И вот это было потрясающе, было страшно, серьезно. Мы вот, мы вот несколько лет действительно жили в страхе. Когда Трамп ушел, но это не прекратилось, да, то есть, когда ушел Трамп, и при этом вдруг поддержка вот этой его идеи, да, вот этой как бы совершенно беспочвенной идеи о том, что были масштабные фальсификации на выборах, да, вот она после выборов завладела умами примерно треть американцев, да, и вот она на этом, на этом уровне оставалась. Я, честно говоря, думал, что, знаешь, вот прошел год, прошел, проходит второй, нет никаких исков судебных, нет никаких новых доказательств, никто ничего не предъявляет. Люда. Вот ты знаешь, это немножко как вот, как в Израиле, да, вот с Биби, что вот мы думали, что может все отвыкнут от Биби, да, и может вернуться к какой-то нормальности. Но у нас как будто казалось, что этого не происходит, потому что этот показатель держался довольно стабильно, на очень опасном, на вот этом жутком уровне, это треть, больше треть, примерно треть населения страны. Но с другой стороны, все остальные, все-таки, видимо, объединились в такую коалицию, да, что вот, что как бы задавили вот эту, задушили вот эту тенденцию, как бы, и скорее всего, скорее всего, вот эта наша большая ложь о якобы украденных выборах, вряд ли она уже поднимет голову. И вот сейчас мы видим, да, вот это первые выборы, после вот тех самых, которые Трамп объявил нелегитимными, практически ни один человек, в том числе, вот самые ярые, самые отъявленные, вот правые ставленники Трампа, практически никто, не заикается по поводу того, что были какие-то фальсификации. Это гигантская победа. Я даже, я потерплю умеренный республиканский конгресс ради такого. Конечно. Нет, это очень страшно, когда треть считает выборы украденными, потому что, когда люди перестают верить демократию, что происходит? То есть, они перестают верить в том, что они могут влиять на что-то мирным путем, да, легальным путем, а это уже, в таких ситуациях, люди начинают выходить на улицы и не на мирные протесты, да, это уже почвы, что у нас, да, что у нас и было, да. Вот. Так что, да, извини, что я на ваших поминках со своей радостью. Ну, нормально. Вот. Но давай все-таки поговорим о том, что я знаю, что ты действительно, ты это очень тяжело восприняла, а ты человек, который, в принципе, очень разумный, рациональный, который, как бы, трезво смотрит на вещи, и меня даже самого это немножко напугала, такая реакция. Но я как будто с другой стороны не могу с тобой не согласиться. То есть давай поговорим о перспективах немножко. Что может быть с жарой? Ну вот мы немного говорили, если они захватывают Минпрос, а они практически наверняка его захватывают, это как бы, это наше будущее. Они, я боюсь, что они выхолощивают еще больше общественный дискурс, да. То есть сейчас уже быть левым как бы стыдно, да. Сейчас уже слова оккупация, западный берег звучат немножко так, как что-то ультра-радикально левое, да, а не как нормальные слова. Я боюсь, что вот этот захват дискурса, вот эта нормализация правого дискурса, она станет еще сильнее, что центр еще сильнее сместится вправо, что левый лагерь таким, какой мы его знали. Я не говорю даже про то, что Мерц не прошла, да. Это симптомы, а не болезни. Вот я боюсь, что левый лагерь таким, как мы его знали, лагерь мирных инициатив, демократический лагерь, лагерь равенства, что он просто становится маргинальным. И это действительно страшно. И я не представляю, что может это изменить на самом деле. То есть я бы, чтобы мы вошли в такой пике, в такую точку невозврата, что сейчас, что бы ни случилось, оно будет только углублять. То есть любую реакцию, на любое внешнее воздействие у нас будет реакция еще более костенения. Я прошу прощения в этой философии, да. Да, как русские, скажем, как они реагируют на войну или на санкции. Я не говорю, что подавляющее большинство. Но, в общем-то, у них нет реакции. Ребят, ну, наверное, мы делаем что-то не то. Да, у них реакция обида. Причем, я знаю, даже у противников Путина, даже у противников войны. Вот в ответ на санкции, в ответ на то, как к ним сейчас относятся в мире, у них появляется реакция обида. Вы нас никогда не любили, да. И вот это вот вы нас никогда не любили, оно так характерно для Израиля, и это многие знают. Как бы любое осуждение Израиля воспринимается не как, ну, может, мы все-таки что-то сделали не то. Ну, никто не любит, когда его ругают, да, но все-таки ожидается, как эта реакция, ну, может, мы где-то в чем-то не правы. Может, нам надо убрать это руководство и выбрать другое, да, у нас-то все будет восприниматься исключительно, как они все враги. Это вот это окукливание, я его очень боюсь. Знаешь, вот, кстати, вот в этом смысле еще один из, одна из вещей, в котором американское общество, оно как все-таки намного более здоровое, потому что здесь все-таки как-то совершенно нормально воспринимается, ну, вот, что идея о том, что страна может ошибаться, страна может совершать какие-то преступления, какие-то, да, не буддовидные действия. Америка очень уверена в себе, скажи, по сравнению с Израилем, Америка очень уверена в себе, она может себе позволить как бы сказать, ну, да, этот президент там сделал глупость, там, я не знаю, начал войну в Вьетнаме, вторгся в Ирак, мы сейчас выберем другого, он нам исправит эту глупость, у нас нет, у нас, как бы, у нас только нас обижают. Да, именно так, кстати, было очень много разговоров при Трампе, помню, что вот европейцы не любят Америку, европейцы не любят американцев. Новости, они когда их, они когда не любят. в принципе, да, но вот этот дискорс, он велся на совершенно других тонах, что действительно, это же как бы наши братья, да, если они нас не любят, ну, нас, да, то, мы что-то делаем не так, вот именно, понимаешь, Израиль, он теоретически тоже должен быть частью вот этой вот орбиты, да, этого круга, да, типа демократических развитых стран, но когда другие демократические развитые страны хором говорят Израилю, что он делает что-то не так, как реагирует Израиль? Антисемитизм. Да. Антисемитизм. Они нас никогда не любили, они устроили Холокост, а теперь нам указывают. Вот, и я очень боюсь, что мы в этом только будем все больше и больше окупливаться, и что это будет распространяться все на большие и большие слои общества, даже те, которые были традиционно критичны, вот это вот философия осажденной крепости, да, мировоззрение осажденной крепости, что оно будет только усиливаться, и мы теряем как бы любые ручеги воздействия, да, внешние или внутренние, или все это будет восприниматься только как или пятая колонна, или антисемитизм, или еще что-нибудь. Вот это страшно, это по-настоящему страшно. То есть я не боюсь, не слишком боюсь за изменение нашего образа жизни, тем более какие-то моментальные, а вот за изменение образа мысли боюсь очень, да, и я думаю, что за четыре года это станет время какие-то жуткие масштабы. Да, я понимаю, о чем ты, да, и мне как бы мне даже особенно нечем тебя утешить, но все-таки, знаешь, я вот начинаю... Давайте не превращаться в носорогов, да, пересмотрим пьесы Неско, и не будем превращаться в носорогов, мы будем помнить, кто мы, что мы, зачем мы и откуда мы. смотри, это все очень правильные слова, но красивые слова в том смысле, что да, надо, мне кажется, как бы понять, вообще есть ли люди, которые могут воспринимать этот посыл, воспринять. Вот это очень страшно, то, что полстраны вот за это проголосовало, да, почему я говорю полстраны, хотя они набрали 14 мандатов, потому что изначально было понятно, кто с кем в каком блоке, да. Ну смотри, давай поговорим немножко о хороших тенденциях, не знаю, о чем-то хорошем. Во-первых, начнем с того, что левым просто очень сильно не повезло в этом раунде. Правильно? То есть как бы, если считать, условно сейчас, я знаю, что это плохое отделение, но если считать, что да, там лагерь Биби это правое, и лагерь Анти Биби это левое, это очень, естественно, условно. Это абсолютно неправильно, потому что тогда у нас левый Беннетт, который всегда был ультраправый. Да, но в том-то и дело. Нет, смотри, ты знаешь, тут есть один такой момент, потому что мне действительно кажется, что Беннетт был самым как бы неправильным членом вот этой якобы левой коалиции. Вот, то есть, и сейчас его партия уже не там. И оставшийся вот этот вот кусок, да, он чуть более чисто левый, хотя там есть еще Либерман, например, который как бы левым в принципе отродясь не был, но ты знаешь, он как будто в последние годы он все-таки немножко сдвигается тоже. Он загадочный какой-то. А знаешь что, вот ты знаешь, у нас есть друг, да, у нас есть друг. который говорит, что сама по себе вот этот раскол, да, он способствует радикализации и сплочению каждого блока, да, что если ты выступаешь против Датаньяо, то как бы ты выступаешь против харидизации, да, то ты как бы начинаешь немножко леветь. Ты начнешь как бы приближаться. И мы это видим, в том-то и дело, то есть раньше что можно, что такое была партия Либермазы, что такое до этого была партия Исраэль-Балья, какой-то, да, это была партия светских русскоязычных, которые не любят религиозных. Источка Ликуда, в каком-то смысле это было место, куда Ликуд сливал русскоязычные голоса. Да, ну нет, важно сейчас даже, даже нет, вот этот огромный на самом деле русскоязычный блок, который, понятно, потеряет постепенно как бы свою электоральную силу, но она все еще велика, да, он всегда был как бы, он был очень антирелигиозным, вот, это было одной из главных тем, особенно, да, если принять, что сейчас, типа, вопрос, балестинский вопрос, да, там вопрос мира, он немножко, он отходит как бы на второй план, то вот эта тема... Теряет актуальность. Теряет актуальность. Ну, я что хочу сказать, слушай, я же еще помню, как в 2001, замшелом году, барак, как он прокатился, в 99, пардон, и в 2001, потом, как бы барак прокатился на этой теме, нет, в 99 все-таки, вот, как бы он всю компанию, всю компанию тогда построил на религиозном диктате. Я помню, я помню, знаешь, что когда барак выиграл выбор, это даже в Хайфе, у меня в дворе, под окнами, люди скандировали, где нахер они, светское государство. Ну, это, в принципе, как бы никуда не делся, наоборот, мне кажется, русские, которые остались в лагере Биби, русскоязычные, они сейчас находятся в другом смысле, в неудобной для себя позиции, поставлены в неудобную себя позицию. Они вдруг должны защищать ультрарелигиозных. Это что-то, как бы, что они делают, я бы совершенно через силу. А что делать? А люди в другом, а русскоязычные в другом лагере вдруг должны немножко защищать левых и даже арабов. Да, да. И они это тоже делают через силу. Да, это любопытно. Да. То есть, может быть, если ты уже отходишь от чего-то, то ты отходишь от чего-то. Смотри, ты знаешь, что в моей карьере было несколько лет, когда я занимался политикой, занимался компаниями. ты знаешь, карьера, она всегда не оставляет какой-то след в мышлении. Конечно. То есть, и я все-таки, я к такому отношусь немножко как к тех заданиям. Вот. То есть, я говорю, ну хорошо, вот это карты. Вот это карты, которые нам выдали. Что нам теперь с ними делать? Как нам ими играть? Может, мы проиграем? Скорее всего, мы проиграем. окей, давай подумаем, правильно? У нас есть, как бы, мы нас еще не несут на кладбище. Вот смотри, ты, я-то рассуждаю, как общественный деятель, активист. Мне нравится, по-русски часто говорят, общественный деятель. Я говорю, деятель, это Мартин Лютер Кинг, а вы активисты. Вот. Что-то то же самое, но только на латыни, ты понимаешь, да? Неважно, есть некая, как деятель это, деятель. Так вот, активист. Это я рассуждаю, как общественный активист. И для меня очень важно, для меня не важны партии, для меня не важны блоки, для меня важно общественное мнение, да? Совершенно не важно, какая партия будет его выражать. Поэтому я смотрю не на то, как какой блок составить, да, и как добиться, чтобы за тебя проголосовали на выборах, а все-таки, как сделать так, чтобы партия проводила определенные идеи. То есть как сделать так, чтобы общество требовало от партии проводить определенные идеи. Вот с этим мне сейчас очень грустно. Да, я тебя понимаю, я тебя понимаю. Опять же, у меня нет какого-то как бы рецепта, мне особенно тебя порадовать нечем, но все-таки давай я закончу изложение каких-то положительных тенденций. Во-первых, есть все-таки, вот скажем, русскоязычный электорат, мы это знаем, нам это близко, который все-таки поразительным образом сдвигается, он всегда как бы сдвигался в абсолютно противоположную как бы прочему Израилю сторону, все-таки сдвигается влево. Очень многие, очень многие вот весь этот период попыток скинуть Биби как бы выступали против него, то есть внезапно. Соответственно, многие стали проникаться действительно какими-то идеями прав, равенства, начали понимать проблемы арабского сектора, потрясающая же вещь. вдруг вспомнили, да, потому что, когда другая сторона орет, мы там арабам даем миллиарды долларов, да, то ты просто обязан защищать, да, свою сторону, и ты начинаешь копаться и читать статьи, думать, и вдруг ты понимаешь, блин, ну да, там же лютая дискриминация, как бы им же эти деньги нужны, то есть вот такими, понимаешь, вот из такого ссора растут какие-то, не знаю, все-таки странные, странные цветы. Но это мне кажется, ты больше говоришь про пропагандистов и активистов, да, которые вынуждены опровергать вот эту всю ложь. Нет, я считаю, что это в какой-то степени распространяется на весь электорат. Вот, и что, и что безусловно, и смотри, смотри, сейчас, мне кажется, надо понять, я считаю, что все-таки есть некий, как бы, светский национализм, есть религиозный национализм, и религиозный национализм, с ним, конечно, работать намного сложнее. Это действительно, это на уровне, вот, подкорку вбито, да, вот представление о том, что вот это наша земля, она не просто, не просто там теоретически наша, мы к ней имеем какое-то отношение, она завещана нам Богом, евреи это суперлюди, вот, они выше всех остальных, еврейская там жизнь и душа бесценны, и так далее. То есть, с этим набором аксиом работать практически невозможно. И поэтому мне бы, например, очень хотелось понять, сколько осталось светских правых, которых действительно может все-таки отвратить, вот, как вот, да, вот, как умеренные правые в Америке отвернулись от Трампа. Да, возможно ли такое в Израиле? Остались ли еще какие-то электоральные запасы? И мне кажется, смотри, для этого нужно, вот, если я сейчас, как бы, этим занимался, я бы провел опрос, правильное исследование. У меня результатов такого опроса нет. Но я подозреваю, что там есть какой-то вот пул, да, голосов, который, за которым имеет смысл бороться. Вот, светские умеренные националисты, русскоязычные, новоприбывшие, их хоть немного, но все-таки там на один мандат уже накапало. И главное, мне кажется, сейчас, мне кажется, надо просто выйти вот из этой горячки выборов, да, просто вот забыть об этой горячке выборах. И, более того, я считаю, что о ней нужно было забыть, по большому счету, четыре года назад. Конечно. Ставить короткосрочные цели, надо ставить долгосрочные. И мы с тобой всегда об этом говорили, и нас никто не слушал, а мы самые умные, ну, мы как бы, да. Вот. Но сейчас просто, просто все, просто уже понятно, просто люди сейчас очнутся от этого шока и поймут, что, скорее всего, эта коалиция продержится четыре года, может быть, нет, всякое может быть, но, скорее всего. То есть, нет никаких признаков того, что она там вот-вот развалится, и эта коалиция очень опасная, и поэтому надо все, вот у нас есть четыре года, за это время нужно что-то сделать, нужно попытаться как-то наладить общение с теми, кого еще можно как-то перетянуть на нашу сторону. Вот. И. Есть огромное предубеждение против арабских партий, да. То есть блок Антин Таняу, он, можно сказать, что он в паритете с блоком Антин Таняу, только с учетом арабских партий. А арабские партии – это табу. Вот Рам стал не табу, только после того, как Биби его, так сказать, с ним устроил. Закошелил. Закошелил, да. Доложил печать Кашрута. Вот. А совершенно, как бы, Хадаш, Сталь, как бы, как бы, парвы, они по-прежнему у нас там, сторонники террора, поддерживающие террор и так далее. Балат, который вообще, про который постоянно говорят какие-то странные вещи. Хотя Балат, если посмотреть ее программу, это абсолютно, как бы, опять же, мейнстримные вещи. Это два государства для двух народов, да, раздел на два государства. Плюс государство всех граждан из Израиля. Вау, это такой прямо ультралевый, так сказать, даже не ультралевый, это вообще за спектром. Да. Ну, конечно, ну, конечно, ну, слушай, ну, правда, вот у нас есть это вот Jewish power, понимаешь, как бы, и который считается... Да, это мейнстрим. А арабы тоже люди? Это ультралевые идеи. Да, это радикальные ультралевые идеи. То есть пока мы с этим что-то не сделаем, пока левые с этим что-то не сделают, ну, так оно и будет. Да, но правое вот это вот правительство, это коалиция, все-таки они могут очень нам очень сильно помочь. Помочь в том смысле, что, да, своими действиями они начнут, как бы, людей отвращать, как бы, от права, может быть, от права идеи, да, и толкать, толкать, так сказать, в наши объекты. Скорее всего, нет. Ты знаешь, я уже начинаю, я с возрастом начинаю осознавать гигантские масштабы собственного оптимизма, и уже как-то стараюсь с этим бороться. Вот. Но все. Нет, не борись-то, хуже-то него не будет. Не, ну, просто понимаешь, как бы, окей, как бы, это вопрос, какая лягушка менее вкусная, да, вот с какой стороны, то есть, ну, как бы, я думаю, что есть достаточно много людей, вот ты же сама говоришь, которые, не знаю, они вдруг захотели уехать из страны, ну, ну, да, потому что сейчас, как бы, вот эта вот радикальная, как бы, сторона, вот эта, от нее ждешь гадости, и гадости будут, и эти гадости, они как-то будут менять расклад сил. Просто я подозреваю, что эти гадости, они вот нас, непосредственно, не затронут, да, не затронут, может, может, они будут иметь глупость, настроить против себя русскоязычных, да, потому что у них есть, у ШАС, по-моему, да, есть такое, что русскоязычные, это вообще не евреи, и говорят, а, да, мы забыли сказать про кольцо требования. Закон о возвращении. Закон о возвращении, да, отмена пункта внуков евреев. Мы знаем, у нас очень многие новые репатрианты, да, и потенциальные репатрианты, это дети из смешанных семей, и их это затронет. Более того, есть еще слухи, всегда ходят слухи о том, что будут еще и внутри страны чуть ли не лежать прав, да, и будет больше разделения на, так сказать, евреев и гоев, и, естественно, это очень может не понравиться русским. Более того, даже если они, даже если они сейчас не рискнут, или даже если Нитаниагу заблокируют именно это, по-моему, впервые такое требование как бы появилось в серьезных коалиционных переговорах, и теперь это просто, это пугалка, ну, хорошо, положим, в этот раз им не удалось, но мы же знаем, что они к этому стремятся. Да, то, что он за легитимация, да, как бы то, что когда-то было как бы маргинальным, не то, что радикальным, потому что маргинальным, теперь становится вроде как бы мы об этом серьезно говорим. Вот, да, вот это все очень было. Смотри, на что мы надеемся, мы надеемся, что станет плохо, и что люди почувствуют. Ну, ты знаешь, ну, что поделать, да, во-первых, окей, мы надеемся, ты понимаешь, как бы мы не наделены какими-то там силами, да, то есть сила нашей мысли ничего не может изменить. Мы просто... Но все равно, ты знаешь, до чего нужно дойти, чтобы надеяться на то, что будет... Ну, чем хуже, тем лучше, да. Я как раз считаю, что они будут стараться, нас, основных налогоплательщиков, средний класс, вот здесь так, чтобы мы ничего не заметили. Ну, более того, это даже на самом деле, как бы, это тактика известная, сначала напугать, да, а потом, а, ничего не случилось. А они сейчас, видишь, что сейчас пропагандисты говорят, и вот сейчас в меньшем сетях, они сегодня говорят, да чего боитесь, да чего боитесь, ничего страшного не будет. А, коалиционный переговор, ну кто это, это еще нигде нет, как бы, нет официальной информации. А они нас успокаивают. Кстати, 75% избирателей блока антинатанья, условно блоки перемен, 75% избирателей поддерживают правительство национального единства. И я еще до выборов говорила, что эта коалиция настолько уродская, что я сильно подозреваю, что она будет использована как пугалка, да, он скажет, Ганцу, Лапиду, Либерману, типа, ребят, если вы не хотите вот эту, идите со мной. Ну я думаю, что на это уже никто не пойдет. Я тоже так думаю, это парадоксально. Это не совсем, как бы, не парадоксально, потому что тут уже, тут уже начинает играть роль, действительно, личность Нетаньягу, как политика, да, под которой обманывал всех, который никогда не был готов делиться, делиться властью. Он пойдет, и все уже знают, эти привычки, зачем им спасать это? То есть идти туда в качестве фигового листка, когда-то партия Кохоль-Лаван, да, вместе с остатками партия Воды, вошла в правительство Биби на условиях паритета, 18 мандатов у тех, 18 мандатов у тех, и они еле-еле удерживали, да, а сейчас, если войдут там 2-3 члена в коалицию, это будет только его легализация, фиговый листок. Я хочу сказать, что парадоксально, что 75% хотят уже, чтобы их, главы их партии нарушили свои предвыборные обещания, вошли в блок Натаниалу, но как только они это сделают, как бы я думаю, можно будет про них забыть, ну, по крайней мере, про половину избирателей. То есть, как бы избиратель этого хочет, на самом деле этого не хочет, как я понимаю. На самом деле этого не хочет, и политики этого не хотят, и никто, и никто не, как бы не пойдет, и более того, я не думаю, что Биби всерьез это рассматривает, потому что это будет, ну, он таким образом разорвет отношения все-таки вот с теми, кто вот сейчас готов дать ему вот эту вот узкую правую коалицию, которой бы... А знаешь, насчет него я не уверен, но он всегда был не слишком в этом смысле дальновидным политиком, взять хотя бы его, когда он хотел взять в коалицию РАМ, да, и не подумал, что Смотрищ будет сильно против. Он не очень дальновидный, он как бы, он тактик, но не стратег. Я как раз думаю, что он может этого хотеть, но никто уже не пойдет, и никому это не надо. Я думаю, он сам немножко боится своих этих партнеров по коалиции, и, скажем, как раз Пескатый Габрут у него вызвало, у него сейчас вызывают возражения. То есть он как бы в этой, вот это смешно, в этой коалиции он самый нормальный. Дожили. Вот. И сейчас очень много говорят, это вы, левы, сделали так, что Бибе пришлось полагаться на вот этих, да, и сами не рады. Но главное, это мы, левы, и мы поставили его в такую ситуацию, а не собирать с ними коалицию, как бы вариантов вообще не было. Ну вот у него, действительно, у него была коалиция с Гансом, где он должен был в какой-то момент передать штурвал. И не передавать. Ну да, и было изначально понятно, что это такой человек, который никогда в жизни этого не сделает. Ну все, и теперь, конечно, ему веры нет. И более того, даже в принципе, он в принципе как бы старается как бы унизить и лишить реальной власти своих коалиционных партнеров. Вот, так что вот эти 75%, которые хотят правительство национального единства, на самом деле, они, я думаю, будут на следующий же день, они будут глубоко разочарованы. Ну хорошо, мы поняли. Да, видимо, правительство, мы ставим против правительства национального единства. Скорее всего, его не будет. Чем хуже, тем лучше. Делай, что должен, да, да, примерно это все, что мы можем сказать. Спасибо всем, кто слушал наше стенание, я так понимаю. До голосования в ООН мы не дошли. Ну да, наверное, уже. Ну, ну да. Хочешь в двух словах? Да, я могу сказать, что это очередная наша, так сказать, два момента я хочу отметить. Я не буду фактов, да, я думаю, что их как бы или знают, или узнают. нет, давай, слушай, мы дольше это обсуждаем. Давай вкратце пробежимся по фактам. Хорошо. В мае прошлого года комиссия по правам человека назначила специальную комиссию из трех человек, которая должна была рассмотреть собственно законность израильской оккупации. Ой, ну ты издалека заходишь. Я все, я уже закончила. И вот 20 октября эта комиссия представила свои выводы. И она сказала, что в общем-то это не совсем оккупация, оккупация по определению как бы состояния временной. И поэтому говорят, что оккупация не является незаконной. Ну вот захватили территорию, ну что делать. Вот. Эта комиссия утверждает, что это оккупация это де-факто аннексия. Мы не собираемся ничего возвращать. Мы только осваиваем, 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 но только не провозглашаем свои, ну кроме Восточного Иерусалима. Просто потому, что это вызовет некие легальные проблемы. Кстати, два вида проблем. И с внешним миром, потому что придется давать права, давать гражданство населению Плесинскому. Мы этого не хотим. И так, значит, эта комиссия, она доказала, что как бы на самом деле фактически это не оккупация. Это осваивание, это осваивание территории и де-факто аннексия. И вот за это проголосовали недавно, чуть не сказав, КНЕСЭТи в ООН по решению этой комиссии и передать это решение в Международный суд в ГААГе. Да, то есть попросить Международный суд в ГААГе, высказать свое мнение. Вот, собственно, все. Я хочу подчеркнуть, что такое Международный суд в ГААГе. Это арбитраж. Это Международный суд справедливости. Это не Международный уголовный суд, которому у нас уже тоже есть дело. Мы уже тоже лицидивисты, как Биби. Это в лучшем случае арбитраж. Последнее дело, которое туда представили, это обвинение Украиной, России в совершенном геноциде. Суд может выдать рекомендации и уже опираясь на эти рекомендации, какие-нибудь страны могут ввести санкции против Израиля, а могут и не ввести. То есть это как бы очередной этап вот с этим вот этот палестинский конфликт. у нас как бы потерял актуальность, потерял актуальность, но вот почему-то он вот о себе напоминает вот таким вот образом. Вот. За эту резолюцию проголосовало 98 членов государства ООН, в том числе Португалия, Польша, Люксембург, Бельгия. Ирландия. Ирландия, да. И Украина. И вот у нас это вызвало страшный шок. Во-первых, у нас это подается исключительно в форме Украина проголосовала вместе с Ираном и Россией. Как бы создается такое впечатление у тех, кто не следит, что вообще три страны проголосовали за все остальные против. Дело в том, что там на самом деле почти все страны Запада воздержались, что на языке ООН, на языке ООН это в принципе означает поддержку. Ну вообще нежелание ссориться. Ну как бы да, вот, некоторые были против, то есть США и какие-то самые главные сателлиты, Британия и Канада, на самом деле такая горстка стран. Вот, но это называется проголосовали вместе с Ираном и Россией. Это раз. Два, это подается так, как если бы действительно речь шла бы уголовной ответственности, когда это нет. Это арбитраж, напомню. И в-третьих, самое поразительное, они нас предали в тяжелую минуту, мы им не дали вооружения, мы им не дали ПВО, о которых они так просят, а они так вот против нами поступили. Мы им не дали ПВО, не дали, а не дали. У них нет, перед нами никаких обязательств, по которым они могли бы там изменить свою позицию, раздержаться или даже проголосовать против, мы им не дали. Они нам ничего не обязаны. И вот это само сопоставление нам грозит в лучшем случае, в самом страшном случае передачи дела какое-то решение международного суда, которое нам не понравится. И Украина, которая сейчас под бомбами, вот это сравнение, оно абсолютно дикое, это показывает, до какой степени национального эгоизма вообще дошли. Это, к слову, о том, что мы говорили об осажденной крепости. Мы самые несчастные, нам всем должны помогать, нам все должны сочувствовать, а мы, ну, мы поможем, если сможем. Ну, более того, смотри, это ведь не первый, это не первый случай, да, первый случай был, когда Украина проголосовала за резолюцию о нераспространении ядерного оружия. Это вообще даже была не резолюция, это какое-то внутреннее решение, это кто-то это вытащил и раскрутил умышленно, никто бы это вообще не заметил. Окей, ну, тем не менее, вытащили, раскрутили, заметили, да, это тоже не была какая-то антиизраильская резолюция, Израиль там упоминается в два раза, Иран там тоже упоминается, вот, и Израиль упоминается в контексте, что, типа, ему надо бы разрешить инспекции, там, МАГАТЭ, да, там, ну, что-то, короче, достаточно беззубое. И подписать договор о нераспространении. Да, то есть, да, и вполне логично, что, как бы, что Украина, как страна, подвергшаяся нападению ядерной державы, да, все-таки выступает за нераспространение ядерного оружия. Ну, неважно, я просто хочу отметить, что в тот момент все-таки, поскольку началось бурление известной как бы субстанции, это бурление приняло довольно большие масштабы, и даже дошло до там, до послов и до Арестовича, да, и вот, да. Не только до послов, до самого Арестовича. И вот, и вот, и даже Арестович, да, сказал, что это была ошибка, и что мы исправимся, и то все, это было несколько месяцев назад, правильно? Не, меньше. Меньше? Ну, что-то в этом роде. Накануне выборов буквально. Да, но дело в том, что Израиль уже несколько месяцев просит у, то есть, Украина просит, уже несколько месяцев просит у Израиля какое-то, а какое-то оружие, да, какое-то вообще серьезное оружие, система КГУ, например. противовоздушная оборона, да, которую мы продаем на 24 миллиарда долларов по всему миру. Мы продаем Эмиратам, мы продаем Марокко, Азербайджану, да, а Украине в другую. Причем все страны, которые тоже голосуют против Израиля в ООН, все стабильны. Вот. Украине при этом ничего не дали, но почему-то предполагается, что она должна продолжать просить. И до тех пор, пока она просит, а мы не даем, значит, она должна перед нами расшаркиваться, вот, плясать, петь и всячески пытаться нам понравиться. Я тебе скажу, мне кажется, в чем причина вот такой обиды. Потому что все израильтяне, которые поддерживали Украину, все это время страшное, они все время видели, что государство Израиль не очень как бы берет, как бы рвется, помогает, да, и это вызывало у них некий вот когнитивный диссонанс. Да, да. И поскольку мы все патриоты Израиля, значит, нам нужно было придумать какое-то объяснение. Объяснение придумали самый неожиданный, да, начиная с того, в какой футболке Зеленский выступил перед Кнессетом и кончая тем, что вот у нас Сирия, мы не хотим раздражать Путина, не сказал Натаньяло. Да, то есть, когда ты кому-то в чем-то постоянно отказываешь, он постоянно тебя просто и ты видишь, как ему это необходимо, ты начинаешь искать повода как бы на него сорваться, да, задним числом объяснения, как бы поменять местами причину и следствие. И вот это вот это прорвало, мне кажется, причем это даже не на уровне политиков, не на уровне государства, это именно на уровне рядовых людей. Вот у них теперь появилось оправдание, почему Израиль не должен поставлять ПВО, почему Израиль не должен вводить санкции. Они нас ненавидели, они нас всегда ненавидят, они заодно с Ираном и с Россией. Все, вот это вот. То есть, мне кажется, это психологический механизм. Более, да, это совершенно оправдание. Я хочу, да, мне сейчас пришла в голову как бы на мысль, что действительно Израиль на уровне государства относится к таким вещам, на самом деле, очень спокойно. То есть, истерики по этому поводу очень рассчитаны. Очень точно рассчитаны. Ну, хорошо, вызвали посла, там, не знаю, там, что-то ему сказали. Израиль постоянно пытается купить голоса в ООН, да, причем, причем, естественно, утром, день, вечером, стулья, да, то есть, сначала Израиль передает какие-то ништяки, делает что-то для страны, потом, и потом, может быть, эта страна иногда поддерживает Израиль в ООН. Скажем, в Венгрии нас очень поддерживает в ЕС, то есть, каждая страна чем-то своим. Эмираты нормализации, да, от них многое не требуют, там, хотя бы нормализация. То есть, ну, чуть-чуть проапгрейдить отношения. Я просто хочу сказать, что официальный Израиль, официальный Израиль в ответ на такие, там, антиизраильское голосование, да, вот там, Украина, они, по-моему, не знаю, они там вызвали посла, или даже не вызвали, или израильский посол. Я хочу тебе напомнить конец 16-го года, декабрь 16-го года, резолюция 24-е в Совете Безопасности, да, под незаконностью посоли. Вот там был фейерверк, там отослали послов, отозвали послов из Новозеландии и Сенегала, отменили визит украинского премьер-министра Гройсмана, отменили встречи еще с рядом министром, там был фейерверк такой. это да, да, ну, а вот эти вот два голосования, они были совершенно... Это цель от безопасности, это цель от безопасности. Ну, конечно, там было очень-очень серьезно. Ну, вот, конкретно вот в этих, вот в этих случаях, вот в этих ситуациях израильское правительство, оно выражает недовольство, но никогда, как бы, но не использует это именно этот аргумент. Оно не говорит, как бы, на государственном, на межгосударственном уровне этот аргумент, его просто неприлично использовать. Ну, это смешно, да. Мы не дадим вам там, да, вот на вас напали, да, там, у вас там гибнут там тысячи, десятки тысяч людей, вас разрушают страну, но мы не дадим вам оружие, потому что вы под люки не проголосовали за нас в ООН. Это на такую инфантильность, как бы, такая инфантильность, такой бредовый аргумент. Это никто не будет озвучивать. Ну, да, что вот официально его никто и не озвучивает, а так, ты совершенно права, это действительно, это люди, людям на самом деле действительно нужно объяснить, почему, да, то есть, почему мы, почему Израиль не помогает Украине. Больше всего это возмущаются именно те, кто поддерживают Украину, да, и те, у кого проблемы с тем, что Израиль, которым все приходилось объяснять, почему Израиль как государство не поддерживает. И вот теперь вот нашлась причина, теперь нашлось объяснение. Да, это... Вместе с Россией и с Ираном. Вот, я еще хочу сказать... Это какая-то смешение... А, да, да. Буквально по голосованию, по поводу того, как вот с Россией и с Ираном, голосование по резолюции, за резолюцию, оно обычно дефолтное, то есть за резолюцию обычно голосует большинство. Да, а вот чтобы... Это правда, потому что если за резолюцию уменьшенство, то просто не ставят, потому что все голоса, в принципе, известны заранее. Да, да, а вот чтобы получить какой-то другой результат, как что воздержалась страна или проголосовала против, или отсутствовала, вот тут нужно похлопотать, вот тут начинаются договорники. То есть Украина не проголосовала вместе с Россией и с Ираном, она проголосовала с сотней стран. Да, я, кстати, еще хочу сказать, что на самом деле, вот знаешь, да, это может быть не такая уж прям принципиальная позиция, но Украина, наверное, могла бы там воздержаться или может быть даже проголосовать против, кто его знает. А зачем? Потому что, например, вот именно, на самом деле я полез, когда это случилось, я полез как бы, да, в интернете обнаружил, что есть, значит, ежегодно Генассамблея ООН голосует против американского эмбарго, экономического эмбарго против Кубы. Голосует, причем единогласно практически. То есть не так, как вот здесь, да, там 100 стран за, там 50 воздержались. Нет, просто единогласно, кроме Америки и Израиля. По-моему, Америка, Израиль, там микронезия какая-то стабильно голосует против. Все остальные страны мира голосуют за снятие этого эмбарго. Микронезия такая коварная. Коварная, маленькая, но коварная. А все против. Ну, это как просто сатистилит США, это фактически, вот. Я, собственно, про существование этой страны узнала таким образом. Ну, в принципе, да, то есть она известна голосованием в ООН. Ну, ладно, не будем, не будем издеваться над маленькими странами. Нет, это я издеваюсь над своим невежеством, что я знаю про микронезию. Ну, хорошо, короче, я к чему это веду. И вот в этом году, вот буквально месяц назад Украина воздержалась. Ну, потому что, видимо, да, это так работает. Вот это граница их принципиальности. Для союзника, который реально делает для них все, там, десятки миллиардов долларов, да, там, вооружение, для этого союзника они могут проголосовать, как ему надо. Не против даже. Воздержались. Воздержались. Такое голосование, оно стоит чего-то. Если мы хотим, значит, нам нужно сделать, чтобы так было. Как это еще была мысль, такая краешка, коротенькая. Ну, это что-то такое, ты знаешь, это вот эта вот ужасная какая-то местечковость, вот эта местечковость на уровне страны меня всегда, всегда ужасно бесила. я вспомнила. Значит, hold this thought. Короче, полное неумение признать, что твое государство может ошибаться или может поступать плохо. Это свойственно, очень как бы несимпатичным государством, я бы сказала. Ну да. Вот, я вспомнила, была в тот же день публикация, что оказывается, в тот же день Украина еще пять раз проголосовала против Израиля. там были, значит, одна резолюция, опять же, это традиционные резолюции, которые проходят каждый год, это не что-то новое. На поводу существования УНРВа, например, антиизраильская декларация, на поводу существования УНРВа. Против нее вообще голосует один Израиль, но все равно это называется Украина проголосовала с Россией, с Ираном. Еще одна про то, что вот все еще есть палестинские беженцы. Ну да, они все еще есть, это резолюция, Совет Безопасности. Поразительно, что Израиль стабильно голосует против, но при этом ему очень нужна как бы деятельность этого агентства по беженцам на западном берегу, ну да, то есть. Естественно. Почти 2 миллиона человек на западном берегу и в Газии, почти 2 миллиона беженцев содержат УНРВа. 700 человек на западном берегу. А так бы Израиля пришлось содержать. Да, но это все равно голосование за УНРВа, это антиизраильская. И там вообще один Израиль проголосовал против, но это все равно называется Россия с Украиной. То есть эта кампания пошла против Украины, просто кампания в СМИ, блогеров, просто кампания против помощи Украине, я никак иначе это объяснить не могу. Я считаю, что это очень правильный анализ, очень верная мысль, я с ней совершенно согласен. Это вот именно тяжелое было чувство, что Израиль не помогает, и вот теперь можно расслабиться. А вот Украина самая плохая. Слушай, два слова по поводу ООН, потому что может быть у людей уже возникла мысль, а вот смотрите, сколько там антиизраильских резолюций, потому что это же стандартная, это обычная тема. Вот посмотрите, один маленький Израиль, что же это самая худшая страна в мире, посмотрите, сколько антиизраильских резолюций. На самом деле люди, которые задают такой вопрос, они в принципе не знают, как работает ООН, а ООН она занимается международными отношениями. Почти всегда. Почти всегда. К сожалению, я считаю, в современном мире не принято лезть во внутренние дела государства. Ну это тонкий момент, на самом деле, смотри, до какой степени можно вмешиваться и все такое. Окей, проехали. Безусловно, но просто я говорю, что в принципе он занимается нарушениями международного права. То есть как бы в отношении между государств. Это значит, что государство может внутри быть прекрасной демократией, но снаружи оно может поступать плохо по отношению к другим государствам. И тогда про него будет много резолюций. А если она какая-нибудь ужасная диктатура вроде Саудовской Аравии, или России, которая до какого-то момента зажимает своих жителей, лишает их прав и терроризирует, он не голосует против, потому что это не международное отношение. Вот и все. Так случилось, что у Израиля очень крупные проблемы с международным правом. Причем, это же не какие-то новые резолюции, на самом деле. Это подтверждение старых. Просто, ну как бы, ситуация-то не рассосалась, проблема беженца. То есть проблема беженца существует с 48-го года. Вот как бы и Унрова существует тогда же, примерно. И есть еще же комитеты ООН, которые отдельно голосуют, не знаю, за право палестинцев на использование их ресурсов. И там, короче, таким образом набираются эти самые десятки антиизраильских резолюций, которые все, все они проистекают от каких-то нарушений международного права, которые в этих резолюциях просто фиксируются. Вот, собственно, немножко отклоняясь от темы, то, что я хотел сказать. Вот, вот говорят в Сирии. Ну так в Сирии война не так давно. То есть там еще не накопилось столько резолюций. Ну да. В этом случае мы просто ветераны. Мы как бы рецидивисты. Ну как бы, ну да, проблема есть, она остается. Но, верю, у нас еще очень интересное представление. То есть о том, что резолюция о том, что палестинские беженцы все еще существуют, она тоже оказывается антиизраильская. Ну понятно, мы же хотим, чтобы их не было. Поэтому как бы Унрова не любим, потому что она, кстати, увековечивает проблему беженцев. То есть если бы не было Унрова, беженцы бы как бы рассосались бы. А так она их, так сказать, содержит. Там действительно есть какие-то, я так понимаю, некие проблемные моменты, типа того, что супруг беженца вроде тоже считается беженцем. Но как бы проблема, конечно, не в этом. Проблема в том, что они есть, и что мы с этим ничего не делаем. И что да, их используют как бы для давления на Израиль. Это правда. Да, ну хорошо. Все, мы уже сильно отклонились от темы. А мы уже практически не закончили. Да, мы закончили. Мы долго не общались, поэтому нам можно. Прорвало, так сказать. А кто слушал, молодец. Кто слушал, молодец. Хорошо, Ань, спасибо тебе большое за разговор. Я был очень рад тебя еще раз увидеть. Дорогие зрители, слушатели, если кто-то действительно терпел нас, по-моему, примерно полтора часа, кажется, больше. За это, да. Большое вам за это спасибо. Ну, посмотрим, как у нас будет дальше. Ну, я думаю, мы еще... Мы по просмотрам, по просмотрам, по лайкам посмотрим. Знаешь, как ютуберы говорят, ставьте лайки. Вот именно, да. Давайте, лайк, шер и пост. Хорошо. Начали нагло выпрашивать. Слушай, ну, до сюда дожили как бы до этого момента два с половиной зрителя, они с нами только посмеются. Это, наверное, самые верные наши друзья, так что... И поставят лайки. Ну да. Хорошо. Всего доброго вам доброго, и тебе всего доброго. Мне спокойной ночи. Счастливо. 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 Счастливо.